Всем привет! Вы на канале Основа Ремонта и сегодня мы с вами поговорим о армировании гипсокартона, стыков гипсокартона или примыкания гипсокартона к стенам, оштукатуренным или ошпаклеванным. Первое, с чего я хочу начать, это выбор армирующей ленты. Раньше, когда-то 20 лет назад, мастера использовали вот такую вот ленту, называется серпянка. Но некоторые сейчас ее используют. Я в конце видео проведу небольшой эксперимент, покажу вам, что она из себя представляет. Еще можно использовать вот такую бумажную ленту. Она есть разная, тоже выбор огромный сейчас на рынке. Я конкретно использую в последнее время, пользуюсь вот компания КНАУФ. Курт называется лента КНАУФ Курт. Она толстая, она армированная стекловолокном. Сейчас я поближе вам покажу, что это такое. Вот обычная лента у нас бумажная. Она отрывается, вот смотрите, рвется просто бумага и все. КНАУФ Курт, который армированный стекловолокном, прямо эти волокна можно рассмотреть. Следующий момент это шпателя. Используется, как правило, два шпателя. Один я использую 25 мм шириной, один 150 мм. Этого вполне хватает. То есть шире нам не нужно, уже тоже нежелательно, чтобы шпатель не соскакивал, не попадал на шов. Еще можно использовать вот такой шпатель от компании КНАУФ, но не обязательно это будет КНАУФ. Может другие производители есть. Здесь отвертка. Если где-то у вас саморез не докручен, очень удобно, в принципе, по ходу работы, работаешь, саморез подкрутил и дальше пошел шпаклевать. Ну, естественно, кисточка для грунтовки нужна. Грунт для швов. Я использую ТИФИН ГРУНТ, тоже от КНАУФ. Хорошая грунтовка, к ней как бы претензий нет. И это инструмент называется БАНЖО. Кто не знает, что это такое, тоже дальше в видео увидите, для чего он нужен и зачем. Итак, перед началом работы у нас, естественно, идет грунтовка швов, стыков ГКЛ. Тут уже более поподробнее. Если у нас заводской стык гипсокартона к заводскому подходит, я обычно не грунтую бумагу. Я просто не грунтую. Если у вас недолго он простоял, то есть не запылился гипсокартон после монтажа, то можно они грунтовать на бумагу и так все хорошо ложится. А вот уже открытый сердечник, где у вас гипсокартон разрезан, снята фаска, где у вас открытый гипс. Вот это место нужно грунтовать, эти места. Выбор смеси, выбор штукатурки для заделки швов. Лично у меня пал на вот эти два материала. Это наш старый добрый КНАУФ ФЮГЕН, ФЮГЕН ФЮЛЕР. И буквально недавно, несколько лет назад на рынке появился вот такой вот КНАУФ УНИФЛОТ. Производитель утверждает, что швы можно заделывать вот этим материалом даже без применения армирующей ленты. Но я так не делаю, я все равно все армирую. Поэтому в принципе я пользуюсь как ФЮГЕНом, как и УНИФЛОТом. Просто УНИФЛОТ, он по-моему несколько раз дороже ФЮГЕНа. УНИФЛОТом я чаще всего заделываю стыки, места, где гипсокартон не прикручен к профилям. В системе монтажа гипсокартона P113, где у нас заводской край не крепится к профилю. Он висит в воздухе на расстоянии 50 сантиметров. Вот эти места и открытый гипсокартон, открытый сердечник я тоже шпаклюю именно УНИФЛОТом. Для малых объемов все вам нужно просто загрунтовать швы. Грунтовку лучше не брать с открытого полного ведра, дабы ваш грунт не протух, не завонял, не испортился. Такое часто бывает, кто работает, знает. Поэтому переливаем грунтовочку в какую-нибудь маленькую емкость и пошли грунтовать швы. Грунтую я только открытый сердечник гипсокартона, где у нас открытый гипс, чтобы его скрепить и снизить его впитываемость. Иначе гипс он сам по себе рыхлый, слишком быстро впитывает шпаклевку, что впоследствии может плохо сказаться на вашей дальнейшей работе. Там, где у нас не заводской стык, а срезана фаска у гипсокартона, прежде чем начинать ленту клеить, нужно сначала заполнить шов и дать высохнуть. Заполнять можно либо фюгеном, либо унифлотом. Я заполняю унифлотом. То есть заполнили, дали высохнуть, только потом клеим ленту. Ибо же, есть такое слово, вся лента ваша пожамкается, будет вот где-то здесь выпирать, выступать, и потом вы замучаетесь, будете счищать, срезать эту ленту. Поэтому сначала делаем плоскость, даем высохнуть, а уже потом на тоненький слой клеим ленту. Между делаем, чтобы на точку не возвращаться несколько раз, заделаем все саморезы. Не нужно по одному там заделать, потому что долго мучиться, то есть вы вверх-вниз провели, сразу все полосками, линиями сделали и забыли. Потай от саморезов обязательно нужно заделать, иначе потом финишная шпаклевка будет туда проседать, дает усадку. То есть вы два раза даже если пошпаклюете финишем, финиш туда втянет, и у вас будут видны все вот эти вот наши потай от саморезов. Поэтому это обязательная процедура, саморезы предварительно, отверстия вот эти нужно заделывать. Еще один нюанс, часто так бывает, что лист у нас начинается, естественно, с заводской фаски, то есть здесь примыкание к стене, и здесь заводская фаска. Здесь мы будем клеить дальше ленту. Так вот, перед тем, как наклеить ленту, я предварительно эту фаску ровняю заподлицо с плоскостью гипсокартона. То есть отшпаклевываю здесь, убираю эту фаску, делаю плоскость, только потом уже клею ленту. Просто запомните, что все примыкания, то есть внутренние углы, примыкания стен к потолку, не должно быть толстого слоя шпаклевки на ленте. Мы для того и клеим ленту, что если вдруг какая-то деформация происходит, на ленте не видно этой трещины. То есть лента, она сама по себе бумажная, деформируется, и вместе с краской, грубо говоря, или там с обоями, что у вас будет, и трещины не появляются. А если же здесь будет слой шпаклевки толстый, то есть угол у нас будет склеен из шпаклевки, то небольшая формация, подвижка какая-то произошла, и шпаклевка ваша лопнет. Поэтому лента должна находиться максимально близко к поверхности. То есть мы уже практически красим по ленте. Мы ровняем только кромку ленты с гипсокартоном. Получается небольшой перепад на толщину самой ленты. Вот это место мы ровняем. А лента, она остается снаружи практически. Не нужно стыковать, жесткую заделку делать. Вы сделаете, чем больше шпаклевки навалите туда, оно потом лопнет и образуется трещина. Для чего рекомендуют шлифовать швы перед тем, как начинать шпаклевать, либо вот как у меня здесь дальше клеить ленту, потому что вот когда мы шов замазали, заделали, происходит вот следующее. Вот видите, шпаклевка немножко вылазит. Вот, блин, резкость поймать. Поэтому особенно внимательно я прохожу и проверяю именно вот эти швы, потому что на заводских такое бывает очень редко. Там тонкий слой шпаклевки, лента, и она как бы, такого не происходит с ней. А вот швы, которые мы расшиваем, там получается толстый слой шпаклевки, она может быть в некоторых случаях ее втягивает, а в некоторых случаях наоборот, то есть она провисает. Нужно это все внимательно проверять, шлифовать. То есть что я сделаю? Зашлифую, загрунтую, только потом приклею ленту. Так просто быстрее, если есть машинка. Технология приклеивания достаточно проста. Изначально мы забиваем шпаклевкой на шов. И сразу ровняем плоскость. Банжо я здесь не использую, так как эта шпаклевка, что фюгеншоу не флот, она очень быстро схватывается, и просто будете часто мыть этот аппарат, поэтому здесь лучше делать все вручную. Смотрите, где малые шпаклевки, лучше чуть-чуть добавить, где у нас проступает гипсокартон, иначе лента не приклеится, а потом вздуется у вас. Какой стороной ее клеить? В принципе, без разницы. Кто-то говорит, что там надо ее развернуть, согнуть. Все это не нужно делать. Клеим просто любой стороной и все. Время. Вот. Какой вариант. в этом деле мешкать и тормозить нельзя здесь нужно делать очень быстро если вы тормоз то надо под напречь свои булчонки иначе ваша лента потом сдует из-за того это происходит из-за того что шпаклевку когда вы донесли она естественно впитывается гипсокартон забирать гипсокартон воду когда вы приклеиваете ленту лента тоже в себя тянет и она не приклеивается плохо приклеивается к шпаклевки и в последующем когда вы будете грунтовать либо красить либо шпаклевать самое плохое это когда вы будете уже красить финишный слой вас лента начнет местами вздуваться будете ты пузыри потом вырезать под шпаклевывать в общем поэтому нужно делать все очень быстро максимально нанесли приклеили дальше пошли заработался чуть не забыл вам показать как работает банджер для работы я сегодня буду использовать такую шпаклевку это 7 простонародье семён именно для заделки швов гипсокартона что здесь написано для стыков гкл и так вот что она себя представляет банджо открываем здесь у нас проходит лента заполняем ее шпаклевкой шпаклевку предварительно размешиваем делаем ее как жидкую сметану заполняем почти что полностью аппарат поклевкой закрываем крышечку так преимущество его в том что он наносит шпаклевку сразу на ленту и у мы исключаем риск того что лента где-то вздуется плюс ко всему можно делать плоские стыки и вот эта штучка разворачивается и можно делать углы ну в общем ближе к теме вот этот незаводской шов с на котором мы срезали фаску и шпаклевали мы после того как шпаклевали дали высохнуть пошлифовали его погрунтовали и вот сейчас только на все незаводские швы клеим ленту на барже еще есть регулятор подачи то сделаем либо больше шпаклевки подается на ленту либо меньше у меня здесь этот рычажок стоит где-то по центру вот видите то буквально пять секунд занимает и плюс качество приклеивания идет стопроцентно ну а дальше уже все по стандарту мы приглаживаем прошпаклевываем штык и все точно так же шикарно делаются и внутренние все углы и и и потратил кучу времени чтобы это все снять потом я это буду монтировать ради того чтобы показать вам поэтому кто мне не поставить лайк за видео тот редиск ну или редис там уже сами выбирайте на сегодня все всем спасибо всем пока а а а и и и Продолжение следует...